Поэтические названия, смешные цены на якобы элитные напитки и разнообразие сортов и видов алкоголя – отличительные признаки нелегальной продукции. На селекторном совещании подвели итоги работы за полтора месяца. В июле на Совете безопасности губернатор Кубани Александр Ткачев поставил задачу – пресечь несанкционированную торговлю алкоголем и изъять из продажи нелегальную алкопродукцию. За это время на Кубани провели 2500 проверок, зафиксировали 4000 случаев несанкционированной торговли, составили 750 протоколов на нарушителей законов торговли и изъяли из продажи почти 500 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Только в курортных городах Анапе, Геленджике, Сочи и в Краснодаре изъяли более 70% всего суррогата. Анапу назвали передовиком этой важной работы. В последние три года Анапе заведен относительный порядок. Поэтому, пожалуйста, продолжайте эту работу, успехи действительно неплохие, но не расслабляйтесь и хватку, как говорится, ослаблять нельзя. В Анапе провели более 80 проверок, составили более 170 протоколов. Из оборота изъяли почти 40 тысяч литров алкоголя. Если делиться опытом, я могу сказать, что, наверное, ничего нового мы не делаем, что и в других районах. Кроме одного данную работу после предыдущего совещания взял не просто на контроль, а лично участвует глава муниципального образования. У нас создано на сегодняшний день, то есть было создано 9 групп, буквально с 16 августа мы, понимая, что идет пик сезона, усилили данный момент. У нас на сегодняшний день 18 ежедневных мобильных групп. В каждой группе участвуют представители УВД, в каждой группе участвуют представители казачества. За полгода в ходе проверок автотранспорта изъяли 100 тонн алкоголя, за последние полтора месяца в пять раз больше. В Отраднинском районе водитель попробовал выдать 40 тысяч литров алкоголя за молочную продукцию, но его, правда, не выдержало досмотра. Странную статистику представили в Абширонском районе. Нет изъятий, хотя по отзывам отдыхающих, эксклюзивные алконапитки местного кустарного производства разливаются реками. В «Горячем ключе» составили протоколы по двум фактам нарушения. В Крыловском районе отчитались, изъяли один литр спирта на смех всех участников селекторного совещания. Профилактическую работу организуют по трем направлениям. Предупреждение фальсификации на уровне производства, незаконные торговые места ликвидируют, алкогольные напитки без документов в продажу не допустят. За полтора месяца работы результаты не только в отчетах Управления торговли, полиции и прокуратуры. Смертность от отравления алкоголем на Кубани снизилась более чем в два раза. О важности борьбы с суррогатом пишет и мэронап и Сергей Сергеев в своем твиттере. Незаконный алкоголь изымается ежедневно, составляются протоколы на нарушителей, материалы передаются в суд. Но говорить о победе над этим злом пока рано. Да, уже нет той вакханалии с продажей чачи и вина на каждом углу, на пляжах, из ролетов, багажников и частных дворов. Но раз рейдовые группы продолжают выявлять такие факты, значит, не до конца задушили торговцев с суррогатом. Работу продолжим. О фактах реализации алкогольной продукции в неустановленных местах, а также о местах, где производят суррогат, можно сообщить по телефону 8-918-49-22-613 и 5-80-47. Если в борьбу включатся все, то зло можно будет победить быстро. Наталья Пухальская, Алексей Мухорстов, Анапа. Регион.